Преимущество современной техники в ее производительности. В день одна такая спецмашина собирает и вывозит в 4 раза больше бытовых отходов, чем обычный мусоровоз. Новые автомобили отличаются от старых еще и большей вместимостью. Это 40 кубов в прессованном виде. То есть 8-кубовые лодки и 5 лодок вмещает вот эта машина. В старой машине такой модели вмещали 3. Чем реже коммунальщики будут совершать рейсы на мусорный полигон, тем меньше будут создавать помех транспортному потоку. Уменьшится и количество выхлопных газов, что важно для экологии города-курорта. Они более вместимые, более функциональные. И самый огромный плюс в этих машинах, что у них герметичная кабина. То есть, что остатки этого мусора не попадают и не протекают на дорожное полотно. Пополнение коммунального автопарка Анапы будет способствовать более качественной санитарной очистке территории курорта. На сегодняшний день в этой работе задействовано более 50 единиц техники и 170 сотрудников коммунальных предприятий. Благоустройство в Анапе в 2014 году проводилось по всем направлениям. И не только в самом городе, но и во всех сельских округах муниципалитета. На ремонт анапских дорог в этом году выделена беспрецедентная сумма. Это более 57 миллионов рублей из краевого и 50 миллионов из муниципального бюджета. Консолидированное финансирование позволило включить в план работка городские, так и максимальное количество сельских дорог. В первую очередь ремонтировали дороги по обращениям жителей и глав сельских округов. В октябре восстанавливали дорожное полотно на улице Заводской от улицы Краснодарской до Астраханской. Проходили работы по укладке нового дорожного покрытия на улицах Лермонтова, Ленина, Трудящихся, Самбурово, Таежная, Славянская. Кроме того, по две дороги в станице Анапской в селе Субсех. В ноябре началась укладка нового тротуара вдоль дороги в селе Варваровка. Большое спасибо за будущую работу. Очень вам благодарны, в том числе и сотрудникам, которые делают эту работу. Тем более сейчас, когда началась большая стройка, вы сами посмотрите, сколько проходит машин, не то что за час, за пять минут. И дети, которые ходят в школу, и старики, магазин. Еще раз большое спасибо. В сельских населенных пунктах будет отремонтировано 120 участков. Работы идут в Гастагаевском, Виноградном, Джигинском, Витязевском, Первомайском, Приморском и Субсехском сельских округах. Большое внимание уделено озеленению. В ходе подготовки к курортному сезону деревья посажены на Симферопольском и Анапском шоссе улицах Анапы. Весной и летом улицы, парки и скверы украсили 154 тысячи виол и летних цветов, 48 тысяч многолетних цветов. Мастера зеленстроя постоянно ухаживают за клумбой цветочной часы, обновляя цветочную композицию несколько раз в год. Осенью на часах высадили 6,5 тысяч цветков виолы. Оригинальным украшением в городе стали металлические конструкции – 48 бутонов, 42 мобильных дерева, 160 вазонов. В сквере три свечи высажены 50 лиственных и 18 хвойных деревьев, 110 кустарников. Сквер – единственная и всеми любимая в третьем микрорайоне места отдыха и прогулок местных жителей. Общими усилиями администрации города, предприятия «Зеленстрой Тосов» и самих анапчан, сквер три свечи стал еще одним уютным зеленым уголком Анапы. Тосовцы активно участвовали в восстановительных работах сквера у памятника. Обращались в администрацию, чтобы торговые палатки перенесли от мемориала. Пожелания всех жителей микрорайона выполнили. Работаем мы с администрацией в тандеме. Стараемся ходить, вызываем руководителя отделов администрации к себе на кордиционные заседания. И все свои вопросы, которые назревают, которые люди нам задают, мы стараемся решать совместно эти вопросы. Всего в 2014 году по программе «Озеленение» освоили более 54 миллионов рублей. На 35% больше, чем в 2013 году. Преобразилась не только курортная зона, но и улицы и микрорайоны. Выполнены работы по ремонту тротуаров и устройств новых тротуаров в сквере Кати Соловьяновой на улице Стаханово. Установлены 170 новых скамеек и урн. Проведены работы по ремонту сквера возле СОШ номер 5 типа бульвара Руевскина. На необходимость благоустройства сквера у пятой школы внимание городских служб обратил глава Анапы Сергей Сергеев. В сквере перестелили тротуарная плитка дорожки, оборудовали пандусы для малоподвижных людей и для родителей, гуляющих детскими колясками. Облагородили зеленую зону. Старые сухие и аллергенные кусты срезали. На их место высадили быстро растущие, дающие густую тень деревья, которые хорошо переносят местный климат. Подсадили по периметру их хвойные кустарники. Уже в октябре сквер стал выглядеть иначе. Начало курортного сезона ознаменовало открытием комплекса светомузыкальных фонтанов на улице Горького и Фонтаново-Орехово-Рощи. К его открытию в рощу установили новые лавочки и урны для мусора, старые покрасили. Специалисты предприятия «Римстрой» благоустроили парковую зону. Светомузыкальный фонтанный комплекс на площади перед зданием администрации освещает новые фонари. Освещение по последнему слову техники. В полную силу под ритм музыки и разноцветные огни фонтаны заработали 14 июня в день открытия курортного сезона. В следующем году городские власти и дальше продолжат работу по благоустройству и озеленению Анапы, чтобы жители и гости курорта жили в чистом, комфортном и уютном городе. Продолжение следует...